Чтобы пролететь гоночную трассу в 15 километров за нормативное время, минут за 20 нужно как следует размяться. Эту аксиому молодой велосипедист Динар Софиулин выучил на зубок. Молодой человек в седле всего лишь три года, поэтому для него городские соревнования пока как тренировка. Набирается опыта, на медали не рассчитывает. Но придет и его время, уверен гонщик, и он обязательно поднимется на пьедестал почета. Не только первенство Самары, но и России. Я с детства катаюсь уже на велике, поэтому я велоспорт выбрал. Первенство и чемпионат Самары по велоспорту шоссе прошел в окрестностях стадиона Самара-Арена. Гонщики уходили на трассу небольшими группами, соблюдали все меры безопасности при сложной эпидситуации. Участники, мужчины и женщины, юноши и девушки преодолели 15 километров в два круга. Индивидуальная гонка собрала на старте 120 человек. Критериев абсолютно никаких нет в нашем виде спорта. Это главное желание и всего. А все остальное мы предоставляем. То, что у нас имеется, естественно, велосипеды какие-то есть для начального уровня подготовки. Многие ребята занимаются пока что для своего удовольствия. Пока что на этом этапе для них главное участие, а не результат. Сложный велосезон оказался для самарских спортсменов плодотворным. Удалось провести областные соревнования. Лучшие поехали на чемпионат страны, где выиграли парную и командную гонки. Сейчас у нас выступают ребята в Челябинской области на маунтенбайке. Вот два дня назад девушка была третьей, Тесленко Елизавета. Так что, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Сейчас команда готовится выступать в Самарской области чемпионат России среди слабослышащих спортсменов в Крыму. В этом году самарские велогонщики откатали последние городские соревнования по шоссейным гонкам. В октябре турнир пройдет для тех, кто предпочитает маунтенбайк. То есть гонки по горам и пересеченной местности. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.